Всем привет дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале и сегодня в выпуске будет трехместная китайская лодка под названием Intex. Сразу скажу, я ее не покупал, она мне досталась чисто на обзор, на несколько, так сказать, заплывов. Сейчас я покажу, что внутри этой коробочки скрывается. Сначала прочитаю описание. Сзади здесь написано. Трехместная лодка морской ястреб под названием. Вместимость 300 килограмм. Прочная виниловая конструкция SuperTuff. Не знаю, что это означает. Три воздушные камеры написано. В главном корпусе по типу лодка в лодке. Я тоже не понял, что это такое. На главных камерах расположен клапан Boston для быстрого накачивания издутия. Дополнительная камера. Та-та-та-та. Две надувные подушки. Спасательные веревки по бортам. Комплект для ремонта. Ручка на носу лодки. Короче, похоже здесь содержание. Одна лодка, две подушки. Так как я это все заранее уже дома прочитал, я взял с собой советский старый качок. Вот такой вот. Которым раньше все лодки накачивали. Так как здесь насоса нет, придется пытаться совместить старый советский качок и эту лодку. И, походу, весел здесь тоже нет. Ну, я плавать не собираюсь на дальней дистанции. Я могу обойтись, в принципе, и без весел. Мне нужно проверить, а что это вообще на вид и как она держится на воде. Сейчас я буду открывать коробочку. Так, здесь пусто. Не знаю, зачем это. Это две подушки, похоже. Так, сама лодочка. Анбоксинг. Довольно тяжелая лодка даже в сухом виде. Даже боюсь представить, что будет в сыром. Она очень длинная довольно-таки. Так, сейчас я ее разложу и сниму крупным плановым, что это у нас тут получается. Сразу видно кучу каких-то непонятных приспособлений. Вот это вот я не знаю, что это за штырь такой. Ни на каких старых или современных российских лодках я такого еще не видел. Но я и не особо разбирающийся в лодках, в принципе, человек. Так, раньше на рыбалку ездил. Вот такой вид имеет лодочка в сложном, так сказать, состоянии. Сейчас нужно это дело надувать. Так, где у нас клапана? Клапана сзади. Так, здесь вот клапан. Два вот здесь клапана, вот здесь вот. Они со внешней резьбой. У меня старый насос советский. Он под внутреннюю резьбу. Так что придется как-то ухищряться. И по диаметру не совпадает. Не знаю, как сейчас буду это делать. Так, надувать ее. Это будет очень трудоемкий процесс. И я сниму уже после того, как я его надую. Не знаю, чем я своими легкими надую или этим насосом. Ну, смотрим. Расскажу уже после того, как сделаю это дело. Спустя 20 минут ножного качения с помощью советского насоса. Я король мира. Я теперь владелец своей флотилии. И сейчас отправлюсь в морской круиз на этой великой лодке. На самом деле, я не смог накачать днища. Поэтому, в принципе, ничего не изменится. Можно и со спущенным дном кататься. Сами колбасы я накачал не очень сильно. Потому что сильно без специального насоса и без жесткого соединения не получится накачать. Что хочу сказать. Эта лодка однозначно не должна использоваться как лодка для рыбалки. Особенно на реках. Может быть, на каких-нибудь прудах ее и можно использовать относительно. Может, несколько раз там все дела. Потому что в интернете пишут, что эти лодки могут, имеют свойство разрываться по всему контуру. Там, где спайка идет. Вот в этих местах. Я не знаю, в кадр сейчас попадает или нет. Это лодка чисто для развлекательных целей. И здесь прямо написано. Лодку. Внимание. Лодку. Сейчас я даже прочитаю. Здесь же написано. Внимание. Максимальная вместимость 300 кг. Использовать только под присмотром взрослых. Будьте внимательны к ветрам и течению. То есть лодка заранее подразумевается как лодка для развлечений. Для детей. Всего иного. Наверное. Ну что. В добрый путь. Можно и за тех, кто в море. Короче. Пора плыть. Тут видно. Вот уключены есть под 4 весла. Но весел нет. Сейчас придется найти пару бутылок и пару палок. Чтобы какие-то вот такие вот мини-весла, короче, сделать. Вот мой фрегат уже на плаву. С помощью вот этой палочки и бутылки я заменю все 4 весла. Сижу я на днище. На жопе прямо. Потому что подушки мне лень было накачивать. На всех нормальных лодках есть такие вот пазы, в которых можно вставить дощечку, чтобы было нормально сидеть. А здесь такого нет. То есть на рыбалке будет не особо это удобно. Сами понимаете. Я думаю, что если кто-нибудь занимался рыбалкой с лодкой хоть раз, тот понимает. Потому что так, наверное, будет неудобно что-то делать. Можно, конечно, сидеть на колбасе. Сейчас я попробую. Не знаю. Может я перевернусь. Вот так вот можно плавать. Так удобнее на самом деле. Сейчас я отплываю от берега и немножечко дам себе поплавать. Здесь первые сражения. Здесь кораблекрушения. Здесь для услужения. Дорога в ад. Здесь по морям скитаются. И первый раз сражаются. Да, только так рождается. Новый пират. Я стал новым пиратом. Где же ты мой фрегат? Бывайте! Эхтиандры, хуевые. По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле. Китайском каком-то говне. Нет, лодочка на самом деле... Ну, сейчас я такое свое мнение скажу. Лодка может быть и неплохая для развлечения. И можно ее даже использовать для такой рыбалки на спокойных водах. Я ее испытаю, наверное, разочек, может быть, этим летом на озере, где красиво водится. Там спокойное, в принципе, и неглубокое озеро. Можно и попробовать половить. Управляется нормально. Было бы еще эти... Весла были бы. Вообще было бы отлично. И еще бы накачать нормально, чтобы в воде гладко парило, можно так сказать. Ну, вообще, если брать эту лодку как вещь чисто для развлечения, ей можно поставить 4 из 5, наверное. Если брать эту лодку и сравнивать с просто настоящими лодками, с серьезными, то может 1 из 5 поставить 1 балл. Такие дела, ребята. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Ставьте большие пальцы вверх обязательно. Подписывайтесь на канал. Чем больше пальцев вверх, тем чаще будут видео. До скорых встреч. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok